Рядом Вперед 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 Вдова где? А я не знаю Я пошел с ней прогуляться на берег Нагнулся за голышом, а тут выстрел Но она метнулась к соснам А я прямиком сюда Антоша опять арестовали Звонил, просил, чтобы я о вдове позаботился Ты-то как понял, что я здесь По сумме причин Берта в отъезде, Антон в камере Вдова голодная Точно в Антошку стреляли Думали я, это он Видимость-то отвратная Ну вот Я и подвернулся на расстоянии Не обманывай себя, Аркадий Паспорт при тебе А? Паспорт при тебе А, да, вот Виза действительно Еще полгода А деньги? Кредитка, кредитка и рубли Уходить тебе надо, прямо сейчас Как? Куда? Значит, на лодке до Южной гавани Ага Второй дом от причала Спросишь Хромова Скажешь, что ты мой друг Заплатишь двести евро Он тебя на баркасе отвезет до самой границы Выходи на дорогу Прямо у контрольного пункта Скажешься этим Пешеходным туристам Вот Рюкзак не забудь Из Свинляндии никому не звони Даже мне Я тебя сам разыщу Когда вляжется Спасай тебя, Христос Давай Поехали 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 Я вернулся Поехали Поехали Позначенный. А чего это вдруг такое романтичное настроение? А может, я хочу сделать тебе предложение, а? Какое странное чувство юмора. Да? Я хочу предложить тебе вкуснейшее пирожное. А можно я тебе тоже кое-что предложу? Я готов на любую авантюру. Оружие сдай. Это ты находишь мое чувство юмора странным? Я не шучу. Сдай оружие. И в следующий раз думай, что у тебя в штанах, когда к сыщику прижимаешься. А если я все объясню? Теперь я сама все объясню. Тихо. Где? Там. Где нашел? У залива под сосной. Вот слышал выстрелы. Пошел, нашел. А меня зачем поднял среди ночи? Это камень у собак. Пуля где? Вынул? Ну, мне что, из тебя клещами тянуть, а? Примешь? Давай. Ветеринаром я был когда-то. Как жену похоронил, так тут поселился. К ней поближе. Дай ей деньги. Слушай, потом за жизнь потолкую, Максин. Тридцать час ночи, е-мое. Под сердце вошла. Собака крепкая, молодая. Выживист. Она, дать, кинулась на живодера. А выстрелов сколько было? Два. Сначала один, потом другой. Второй у нее. Ты берег осматривал? Гуряк, я тебя вызвал. Иди осматривай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СВД. Снайперская винтовка другого. Или он дилетант, или у него причина имелась, чтобы с такого расстояния оружие ближнего боя использовать. Да нет, он мог просто его ранить, а потом подойти и добить. А собака планы испортила. А дальше? А дальше я по следам пошел. Вот фото сделал. И еще тут лодка была у Антона Каменева. Я так думаю, что жертва покушения на ней скрылась. Да. Возможно, в виде трупа, если убийца настиг свою жертву уже здесь. А вы способный полицейский, Буряк. Не надоело землю участковых топтать? Да нормально. Так, понятые. Смотрите. Слушай, похмелитесь бы, а можете еще у камня там пузырь, а? Чего-то руки дрожат. Похмелитесь на кладбище понятой. После того, как протокол обыска засвидетельствуете. Подписывайте. Слушай, а может кто-то другой подпишет, а? А? Там артель на берегу шаланду смолит. Ты винтовку с оптикой видишь, Козлов? Или она тебе мерещится? Ну, вижу еще. А может вы сами туда ее сунули? Чего-чего сунули? Слушай, лейтенант, у меня отец к инвалидной коляске прикован. Берта сейчас вернется устроить нам сафари. Чего ты молчишь-то, а? Ты-то чего молчишь? А все я не понимаю. Берту Фреймана мы задержим. А вы пока посмотрите и подпишите. Ага. Задержала одна такая. Экскаватор без тормозов. Слушай, ну там артельную я сгоняю. Ну нормально же все будет. Ну че? Помню, я в детстве ночью через кладбище боялась ходить. Слушайте, я не понял. Что за девица? Что ей больше всех надо, что ли? Ты помолчи, Козлов. Успокойся. А то у тебя дома вторая инвалидная коляска появится. Нормально, да? Нормально. Нормально. Ты слышал? Ты свидетелем будешь. Вот это вот. Я ничего не слышал. То, что видел, я подпишу. Ты че творишь-то? Слышь? Ты че творишь-то? Аксель. Мужики, слушайте, ну давайте, ну я же схожу, нормально позову. Подписывай, Козлов. Лейтенант, да вы че? Ну это же вилла, вы че? Ну пожалуйста, ну давайте, я же схожу. Слушайте, ну… Закатали в угол! Ты козел! Пошли все нахрен! Господин Каменев, напоминаю, добровольная помощь следствию может… Чего? Псы, твои шеи мне вывихнули. Инквизитор тебе нужен. Вот! Ого! Пан Крутецкий, вы же грамотный адвокат. Помолчи. Сколько угодно. Геннадий Петрович, вы готовы предъявить моему подзащитному официальное обвинение? Или отпустите через неделю согласно действующему процессуальному кодексу? Вчера вечером я звонил господину Сафронову, директору краеведческого музея. Сегодня в полдень он письменно засвидетельствует, что портсигар найденный на месте преступления – имущество вашего подзащитного Каменева. Такой портсигар имелся у каждого бойца 15-й гренадерской дивизии СС. Сколько еще таких портсигаров можно приобрести на блошином рынке? Статья 277-я. Убийство политического деятеля. Степаниан был депутатом городского масштаба. Это месяц без официального обвинения. Через месяц суд первой инстанции рассмотрит вашу жалобу. Извините. Да. Интересно, чукчи пляшут. Ну, подобную улику-то в доме глупо хранить. Нет, кто здесь в кого стрелял, я пока еще не разобралась. Но след имеется, есть снимок. Участковый ночью снял на мобильник. Да, еще Аксель собаку раненую нашел, а в ней пуля. Мы закончили. Снимок отправлю. Да, хорошо. Я поняла. Спасибо. Берта Фреймани, я так полагаю, пан Крутецкий, тоже ваша подзащитная? Верно, понимаете. При обыске в доме Каменева найдена винтовка с оптическим прицелом. Я убежден, баллистикой официально подтвердят, что из нее Степаняна застрелили. Берта в Мюнхене. Берта Фреймани зарегистрировалась на рейс через три часа двадцать минут после убийства Степаняна. Я в Пулково от следственного комитета за полтора доезжаю. Берту не трогай, начальник. Что-то сказали, Каменев? Помолчи, Антон. Если нет отпечатков, возникнут обоснованные сомнения. Оружие могли подложить. Могли. А еще могли тельник вашего клиента обронить у калитки Баринова. И портсигар на позиции снайпера. Повторяю, обоснованные сомнения. Месяц выиграете, но дело в суде проиграете. Я вам обещаю. Я сказал, Берту не трогай, скотина. Завалю. Выйду, завалю, сука, мусор. Анвой! Проблема в Берте, Антон? Ты чужой срок уже потянул, потянешь и следующий. Да пошла ты! Успокойся, Антон. Отставить. Подождите за дверью. Ты сядь, а не рыпайся, щенок. Тебя все еще интересует, где Берта похоронила голову твоего отца? Тебе что, больше всех надо? Станислав Юрьевич, в деле Антона Каменева вы упустили одну ключевую деталь, касающуюся убийства Каменева старшего. Вот как так? Вы же опытный адвокат. Между адвокатом и подзащитным существует приватный договор. Мой клиент хотел получить обвинительный вердикт, он его получил. Но я отдаю должное вашей проницательности. Ну и что это за таинственный диалог? Твой классный руководитель, Шемякина Зинаида Сергеевна, кое-что интересное вспомнила. В день, когда убили твоего отца, ты пришел в школу со сломанным запястьем. Зови конвой начальник. В медицинском заключении сказано, что голову твоему отцу отрубили левой рукой. Ты тоже левша, правильно? И запястье у тебя было сломано тоже левое. Не мог ты в этот день отца своего зарубить. Ты даже курицы в этот день не смог бы зарезать. Ты вернулся домой и обнаружил там Берту. Отец твой к этому времени был уже обезглавлен. Брось, брось Палаша! Что ты тут делаешь? Что ты делала тут? Ты портфель забыл. Жди на улице! Не было ее, не докажете. Ты что за нее рубишься? Ты дело читал? Ну, читал. И тебе даже в голову не пришло, как пятнадцатилетняя девочка могла одним взмахом сабли отрубить голову мужику с бычьей шеей? Браво, пани Серебрянская. Ваша история очень понравится. Но вряд ли она обрадует Носкова, способствовавшего обвинению Каменева в чужом преступлении. Предлагаю сделку. Да? Вы отпускаете моего клиента. Носков сохранит репутацию. Ну, и пенсию, разумеется. Вы, господин Герасченко, остаетесь в своем кресле и продолжаете отлов реального инквизитора. Конвой! Снимите с него наручники. Интересно, чукчи пляшут. Свободен, левша. Из города ни шагу, я с тобой еще не закончил. А теперь все проваливайте отсюда! Вы тоже, Наталья Павловна. Что еще? Никакой ответственности за выводы следствия по делу Каменева ты не несешь. Поэтому ты помогла ему выйти. Я помогла тебе его выпустить. Ты меня прости, Петрович, но я про запястье только ночью сообразила. Ночью? Лучше б ты со Свенсеном развлекалась. А ты не волнуйся, я и это успела. А мы с тобой еще работаем? Угу. Любопытно мне, что это вы так отважно за уголовника воюете? Берта, в отъезде. Ты свою винтовку кому давал? Понятно. Значит, такой расклад получается. Вы меня над свободой, а я из чувства благодарности вашим стукачом стану. Стукачом — нет, а вот дураком — да. Ты думаешь, Крутецкий просто так с тобой возится? Ты им на свободе нужен. Здесь тебя достать легче. Получается, что ты у каждого трупа наследил, так что все улики ведут к тебе. А при чем здесь Штольц? Штольц умирает, его инквизитор отравил. И чтобы своего убийцу закопать, у него времени в обрез. Так что он тобой займется. Это ты мне поверь. Тобой и Бертой. Штольц не поверит. Но если Крутецкий поверил, то и Штольц поверит. Я подумаю. Думай. Только быстрей думай. Вот тебе адрес моего агентства, тебя Исаак спрячет надежно. Я позвоню. А Берта? Берту кто укроет? Она в Мюнхене со Штольцем. Если мне край, она уже заложница. Так и так он через Берту меня достанет. И не Станислав Юрьевич с меня браслеты снял, а это сделали вы, Наталья Павловна. Лучше б я там остался. Проклятый город. Никого я здесь не спасу. Здесь можно срезать. Зачем? Так короче. У нас впереди долгий жизненный путь, Тепочка. Ты уже сейчас хочешь сделать его короче? Почему ты меня постоянно высмеиваешь? Я люблю тебя. А ты издеваешься. А что, я должна тебя оплакивать? Ты новый лимузин заказал? Заказал. А ленту купил? Купил. А смокинг взял в прокате? А смокинг-то зачем? Ты в субботу ведешь меня под венец. Завенчаются раз в жизни. Правда? Да. Ты прелесть, Сепочка. Пошли. И все равно не понимаю, зачем нам смокинг? Смокинг. Во-первых, в смокинге ты неотразим. Но ты, правда, без смокинга неотразим. Знаешь, как мне все бабы будут завидовать? Как? Страшно. Пошли. У меня есть знакомый администратор филармонии. Я могу взять у него фраг. Хочешь? С цилиндром, все как надо. Я буду в котелке. Потерпи. Котелок у тебя уже есть, Сепочка. И он у тебя варит. И мне это очень нравится. Потерпи. С меня причитается. С тебя ничего. Так пулю вынул. Собака хорошая. Слушай, Аксель, ты же еще сторожем работаешь на кладбище. Сторожу. Ружье есть? Есть, но не пользуюсь. Так сторожу. Кому они мертвые нужны-то? Продашь. Так, бери. Там, в кладовке. Патроны в кармане. Арестуют. Скажешь, что украл. Грех на тебе. Хороший ты мужик, Аксель. Будь здоров. Я здоров. Аксель. Лежи, лежи вдала. Лежать. Ну, сама прикинь. Глупая, шов откроется. Что мы с тобой будем делать? Лежи, я скоро вернусь. Соображение? Своеобразный отпечаток. И набойка характерная. Леш, ты помнишь, мы когда в музей ходили, этот тип там набойками цокал. Я еще подумала, ходячий анахронизм. Точно. Кто? Сокол. Да, мрачное событие, доложу ему. 1890 года объявился в Мельберге один сумасшедший терциарий финского происхождения. Терциарий? Ну, да. Так вот, испокон веков называли. Финских доминиканцев. Светских. Ну, которые приняли на себя какой-либо священный обет. И каков же был обет? Ну, усовершенствовать общество ни много ни мало. Да вот, взгляните. Восстановили по описаниям. Сафронова стреляли. Это его набойки. Когда стреляли? Где? Вчера стреляли по этому типу. На берегу, возле дома Каменева. Значит, это был Сафронов? В котором часу это было? Вчера ночью, точнее, в 23.45. Я вернулся. А сегодня директор музея, господин Сафронов, не явился в назначенный час, чтобы засвидетельствовать портсигар с Орлом, как имущество Каменева. Так, что получается, Петрович? Версия такая. Мы взяли карту. Сафронов, как старый его друг, приехал, чтобы покормить Сафронов. И отвез в залив на лодке. Ну и с концами. А если Сафронов следующая жертва инквизитора… Тогда послание инквизитора прочтут разве что рыбки. А мотив? Ваш Сафронов тоже входит в финансовую элиту города? Да? Что-то не похоже. Да истепанья не элита. Так что список штольца отпадает, как версия сам по себе. Я понял. С меня коньяк. Серийный номер винтовки СВД, найденный при обыске в доме Каменева, спилен. Зато оптика имеет антибликовое напаление. Такие прицелы часто использовались опытными снайперами в Чечне. Да это винтовка Берты. Тут даже думать не надо. Эх, зря мы Каменева отпустили. На свободе он нам больше нужен. Зачем? Инквизитор следов не оставляет, а Каменев вон, везде наследил. Ты же знаешь, что слишком явные улики вызывают подозрения. Кто-то явно указывает на Каменева. Предлагаешь использовать камни как приманку? Вроде того. Так, подождите. Если Каменев не инквизитор и не палач, а Берта сейчас со Штольцем в Мюнхене, кто тогда Сафронова завалил? Никто. Нужно связаться с пограничниками и понять, не покидал ли Сафронов пределов Родины. Ты куда? А я к Шемякиной. Дела сдавать. Мое расследование здесь закончено, Гена. Сафронов либо инквизитор, либо его следующая жертва. Пока. Подожди. Может, объяснишь? Интересно, Чукчи пляшут. Какая вожая под хвост попала. Тимофеев, ты что-нибудь понял? А что, если она права? Ну, представьте себе, что Сафронов инквизитор, а ночная пальба на речке – спектакль. Сымитировал свое убийство и ушел. Инквизитор, который ставит набойки, чтобы изберечь пару туфель – бред какой-то. Бред не бред, а проверить следует. Сэппи, ты займись набойками, надо установить, точно ли они директорские. Пробей сапожные мастерские в округе. – Алексей. – Да. В музей и на квартиру к Сафронову. Постановление подписал, заполнишь сам. Не понял. А почему это я? Он, Кира Эдуардовна, неплохо справляется. А тебе кто слово давал? Обижаете капитана. Сэппи, если ты хочешь когда-нибудь командовать, научись подчиняться. Юмор-то. – Жду на парковке. – Работай. Спасибо, Сэппи. Разрешите исполнять? Ну-ка. Оружие при себе? В оружейной. Толковый парень этот, Гуряк. Может, к себе возьмем? Рассмотрим. Это так, на всякий случай. Придется вам Кира Эдуардовна Антона Каменева проведать. Не сочтить за труд. Вас он вряд ли знает. А нам сегодня к нему бессмысленно соваться с вопросами. А вы, женщина, коммуникабельная. О чем спросить? О Сафронове. Когда виделись, о чем толковали. Винтовка Берта интересует. Если пуля предназначалась Каменеву, убийца может нагрянуть в любую минуту. Ну, словом, так мне будет спокойнее за вас. Прикрытие с вами послать. Не имею возможности. Это все нормально будет, Геннадий Петрович. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Наталья, это Свенсон. Перезвони, я все объясню. Поверь, произошла чудовищная нелепость. Субтитры сделал DimaTorzok Сепочка, я одна пойду к Мажухину. Он к полицейским без уважения. Не хочу, чтобы наш с тобой свадебный торт хлоркой отдавал. А к вам он, значит, с уважением. И за какие такие услуги? Ты мне скажи лучше теперь, чем впоследствии. Рот закрой, а то будешь венчаться с Тимофеевым. Ой, выскочила. Ну прости меня, пожалуйста. Ну хочешь, я на колени встану, а? Ну прости, пожалуйста. Конченый. Вот я олух. Да. Алло, Наталья Павловна, это Сеппе. Я Киру обидел. Обидел, и она ушла. Я не знаю, что делать. Ты предложение сделал? Сделал. Значит, все нормально. Купи бутылку самого дорогого французского вина и не жмоться, потому что она разбирается. И букет цветов полевых. Да где я их возьму? Значит, клумбу разори. И приготовь что-нибудь, что она там любит. Картошку, я не знаю, свари. Но только сам. Давай. А образец листовки-то Фоксимильный, Геннадий Петрович. Что значит Фоксимильный? Искусно выполненная подделка под старину и отпечатана в типографии Союзом независимых издателей Петербурга. Заказчик Аркадий Николаевич Сафронов. Тираж сто штук. Подожди. Это что, получается, что он свой музей исторический фальшивый документ заказал, что ли? Выходит так. А почему я только сейчас об этом узнаю? А? Ну, это не к нам. Я листовку сразу направил на экспертизу питерским. У них, как всегда, дел по горло. Вот они ответ сегодня прислали. А почему сто экземпляров? А типографии меньше не печатают. А, верно, верно. Верно. Верно, верно. Хорошо, свободен. Спасибо. Яращенко. Через Торфяновское КП. Во сколько? А точнее, на велосипеде? А почему на велосипеде? А, да, верно, верно, турист. Ага. До Хельсинки? Да нет. А, хотя может. Спасибо, майор. Сафронов, жив-здоров. Как жив-здоров? По Финляндии путешествует. Да подожди ты, Петрович, ты чего? Я живот у него дома ношу. Один. И листовки, девяносто восемь штук, я пересчитал. Геращенко, какие туфли? А, Сафронова туфли? Запиши фамилию и размер. Ну, в смысле, этот, телефон этого сапожника. Саппи подтвердил. Сафроновой туфли. Тихоня. Книжный червь. Петрович, кто бы мог подумать. Расстрелять вас всех надо. И меня первого расстрелять. Как мы теперь Сафронова достанем? В жизни я так не влипал. Привет, Варюнчик. Как дела? Занимаешься? Угу. Самоуничтожение. Ну, да так. Пригласили в шоу. Какое-то типа модельное агентство. Сделали фотосессию. Потом были кинопробы. Сказали сериал с легкой эротикой. Вот. Я согласилась по глупости. Я же говорю по глупости согласилась. Отбила снимки и пять штук деревянных. Натося, можно я к тебе приеду? Так, ты только посмей. Увижу тебя в Мельберге, ноги вырву. Поняла? Все, разговор окончен. Никаких дискуссий. Сама скоро приеду. Ты адрес агентства помнишь? Наталья Павловна к вам. Ой, Наталья Павловна. Здравствуйте, Зинаида Сергеевна. Я по делу к вам. Проходите. Нет, Зинаида Сергеевна, я быстро. Вот здесь полный отчет. Все улики, свидетели, версии, мое заключение. В общем, все, что сделано за последние... Инквизиторы поймали? Нет. Вы меня простите, я расследовать больше это дело не могу. А контракт? Все деньги по контракту я верну. А Геращенко очень опытный следователь, и он найдет убийцу вашего мужа. Наташа, я прошу вас, объясните. Зинаида Сергеевна, тут вмешались обстоятельства личного характера. Вы меня простите. Свенсон? А что Свенсон? Милая моя. Зинаида Сергеевна, давайте мы с вами будем дистанцию соблюдать. И каждый будет портить свою жизнь по собственному усмотрению, хорошо? Согласна. Наталья Павловна, вы сделали все возможное. Как-то я к вам привыкла, мне трудно с вами расставаться. Давайте чаю выпьем. Спасибо. Вы простите, мне пора, Зинаида Сергеевна. До свидания. Болила, ой, Сафронов, все заранее продумал. Листочки заготовил, веночки женщина его купила, дело ясное. Есть у него женщина? Не знаю, Петрович. Мы с ним только по поводу инквизитора консультировались. Дожили. Преступники сами нас консультируют. Да, проспали мы инквизитора, Петрович. Проспали. Нет же, чтобы сразу Киру Эдуардовну к нам в отдел перевезти. Ты знаешь, меня вот что гложет, Сафронов закупил десять штук венков, а народу, мало угроду, мало. Цифра с венками не сходится. Ему бы еще работать и работать. Точно его кто-то спугнуло. Да, жаль. Но за это лучше выпить, чтобы оно и дальше не сложилось. Повторим? Угу. Ой, не по вторым, геть не по вторым. И чё это Серебрянского угораздило в такой момент? Может, обидел кто? Пал на на натура тонкая. Пал на своей натурой, кого хошь, перешибет. Эй, перешибет, ой, перешибет. Алло, Варень, привет, это я. Через час подъеду, у дома тебя подхвачу. Давай. Здравствуй, Семен. Здравствуйте, мастер Свенсен. Наталья Павловна Серебрянская у себя. Они съехали, мастер Свенсен. Что, совсем? Этого я не могу вам сказать, мастер Свенсен. Да? Но номер она за собой оставила? И этого не могу вам сказать. Отчего же? Не велено. Водочки не желаете, мастер Свенсен? Водочки? Нет. Все устроится, мастер Свенсен. Все устроится. Ты сам-то в это веришь? Кто выигрывает-то, а? Черные. Раньше всегда Генрих Карлович, а теперь только черные. Ну, ты лошадью ходи. Ну, ты лошадью ходи. О-о-о. Остальные где? Порезала. Порезала. Ладно, жди в машине. Наташ, может, ну их? Там охранник здоровый. Давай не надо. Раньше надо было думать. Хочешь себя на порно-сайтах рекламировать? Ну, нет. Ну, нет. Ну, нет. Смотрите, как она одета, она сюда раздеваться пришла. Павел. Не так быстро. Слышала о промышленном шпионаже? Видеокамеры в сумочках, микрофоны в лифчиках. Придется обыскать. Понадобится, обыщу. А ты запасливай. Здрасте. Раздевайся пока. Герман Александрович, модель вот эту узнаете? Веревкин? Веревкина я уже спрашивала. Он не в курсе. Так, тихо-тихо-тихо. Я, вообще-то, режиссер. У меня очень низкий болевой порог. Да что тебе надо-то от меня? Быстро. Оригиналы и копии достал. Быстро. На. Это все? Все. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отвертка есть? Зачем отвертка? Отвертку я верну. Жесткий диск из твоего компьютера нужен. Ты что, с ума сошла, что ли? Значит так, Герман Александрович, ты чего-то не понимаешь. Здесь стоматологическая клиника за углом. Они прекрасные протезы делают. На. Сам доставай. Сам, сам, сам. Вы мне за все ответите. Алло. Майора Лебедева. Привет. Это Серебрянская. Слушай, скажи, а ты еще в порно-студии курируешь? Хорошо. А ты по своим спискам проверь, пожалуйста. Самсонов Герман Александрович. У меня вообще-то имя. Я член Ассоциации кинорежиссеров. И у меня тонкая творческая организация. Ну, сейчас мы твою организацию прикроем. Отлично. Давайте, выезжайте. Кирпичный 19, строение 4. Да нет, здесь автобус целый нужен. Очень много готовой продукции. Ага. Давай, жду. Жарко у вас тут. На улице подожду. Чего ты пропеллером мерчишь, а? Не волнуйся, добрые дяди скоро приедут. Заблудились? Нет. Я уже была здесь сегодня утром с обыском, пока ты у Гераченко Ваньку валял. Испектор уголовного розыска Кира Эдуардовна Фальк. Геннадий Петрович советовал подкатить к тебе, типа, я внучатая племянница Аркадия Сафронова. Ну, вроде как, он о тебе в письмах упоминал. Ну, а я приехала из Тюмени, а его и след простыл. Вроде как, ты на это клюнешь. Ну, ты же не клюнешь. Петрович сам говорил, и у тебя, и у собаки твоей нюх на ментов. Ветер залило. Ну, пойдем, коль страха нет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok